Доброе утро, зрители StopGame.ru! Начинаем новую неделю! Ушедший уикенд прошел под флагом фестиваля BlizzCon, который в текущих реалиях вынужден ограничиться онлайн-форматом. Наконечником этого пронзающего индустрию события стала церемония открытия, на которой случилось все то, о чем сообщали инсайдеры и специалисты по профессиональным сливам. Начнем с Diablo 2 Resurrected, переиздание классической игры и дополнение Lord of Destruction, которое, кстати, при желании можно будет отключить. Игра полностью повторяет оригинал, однако переносит его в трехмерное окружение с перерисованной графикой. В любой момент можно будет переключаться между старым и новым видом. Vicarious Visions при изготовлении ориентировалась на архивы Blizzard North, пытаясь бережно сохранить все механики, однако совсем уж без геймплейных нововведений не обошлось. Вас ждут общий тайник для всех персонажей, автоматический сбор золота, экран расширенной статистики и всякие удобства для игры с контроллером. Сохранение между платформами переносится, PvP есть, сезоны тоже. Фанаты наверняка довольны и уже предвкушают. Релиз намечен на 2021 год. Что до юнной четвертой части Диабло, то она для события подготовила обстоятельную демонстрацию класса Разбойница. Героиня использует мечи и кинжалы для ближнего боя, а также луки и арбалеты для дальнего. Базовых облика два — легкий открытый наряд или плащ с капюшоном, но детали — тату, шрамы, цвет волос, глаз — подвергаются подробной кастомизации. Для Разбойницы предусмотрено три специализации. Очки комбо, позволяющие после базовых атак накладывать на какие-то способности дополнительные эффекты. Мир теней, куда можно на пять секунд утянуть противников и воспользоваться там скрытностью и бонусом к урону. И обнаружение слабых мест, предполагающие точные контрудары, которые при правильном выполнении будут повышать урон на 60%. Далее немного общей информации по поводу открытого мира Diablo 4. Оружие и снаряжение привязаны к регионам. Лошади бывают разных пород, а еще для них можно добывать броню или подковы, от которых зависит скорость перемещения. В игре надо будет отбивать лагеря, в которых будут появляться торговцы, кузнецы и прочие NPC. Путешествия по миру старались разнообразить, поэтому вы будете не только скакать и бежать, но и карабкаться по стенам и перепрыгивать пропасти. И я сейчас пробежался по самым вершкам новой информации, поэтому рекомендую перейти на наш сайт, где можно отыскать куда больше фактов, в том числе про PvP. А сейчас спонсорская минутка. У меня часто спрашивают, какую крепкую механическую клавиатуру можешь порекомендовать? Как же хорошо, что благодаря инфакту я познакомился с продукцией компании Logitech, нашего сегодняшнего партнера. И у меня теперь есть ответ на этот вопрос. Обратите внимание на модель G512 из алюминия авиационного класса и с брошированной поверхностью, которую невероятно тяжело убить. Уверенности добавляют быстрые и прочные переключатели GX, подходящие как для игр, так и для работы. Настраиваемая RGB-подсветка, само собой, тоже тут. На вашем столе эта клавиатура будет еще лучше смотреться рядом с мышью Logitech G502 Hero, как утверждается, самой продаваемой мышью в мире. Надежные механические переключатели, разработанные совместно с Amron, самый высокоточный сенсор Logitech, 11 программируемых кнопок, которые готовы упростить ваши каждодневные игровые или рабочие задачи, а также сверхбыстрое колесо, позволяющее в специальном режиме проматывать тысячу строк за секунду. Имейте в виду, что на оба устройства распространяется двухлетняя гарантия от производителя. Службы поддержки Logitech готовы идти навстречу, помочь сменными деталями или бесплатно заменить устройство. Ссылки для более подробного знакомства, как обычно, в описании. Возвращаемся к делам Blizzard. Сразу после церемонии открытия стал доступен для приобретения сборник Blizzard Arcade Collection, включающий в себя Rock'n'Roll Racing, The Lost Vikings и Blackporn. Тут, в отличие от Diablo 2 Resurrected, обошлось без полной трансформации, однако авторы постарались добавить для игроков всякие приятные мелочи. Помимо функции сохранения и перемотки назад, есть погодные эффекты в Rock'n'Roll Racing, кое-какие фичи с поздних портов вроде дополнительных уровней и коопа в классической The Lost Vikings и карта в Blackporn. Коллекция релизнулась на компьютерах и приставках предыдущего поколения. Overwatch 2 на церемонии открытия не было, но лишь потому, что ей была посвящена отдельная, насыщенная трансляция. Был продемонстрирован геймплей за нового персонажа, Соджоурн, вооруженную рейлганом. Прозвучали дежурные заверения, что проект действительно тянет на статус полноценного сиквела, а не дополнение или расширение. PvP должно ощущаться по-другому, авторы занимаются балансировкой пассивных способностей классов, танки станут лучше сопротивляться отталкиванию, штурмовики будут быстрее, а все медики получат автоматический самоподхил. Создатели трудятся над новыми режимами, а некоторые старые планируют упразднить. Например, захват двух точек. В PvE появится реиграбельность. Маршруты проталкивания груза могут поменяться, а динамическая погода и смена дня и ночи будут накладывать свой отпечаток на геймплей. Врагов из нульсектора постарались сделать интереснее. Среди новичков пулер, притягивающий вас к себе, и элитная версия рядового робота, который после смерти лишается ног, начинает быстро ползти к вам и взрывается. Есть и другие нововведения и особенности, которые легко можно отыскать в наших новостных заметках. Не пренебрегайте с ссылками в описании инфакта. Там же и World of Warcraft's Hearthstone можно обнаружить. Если вкратце, для WoW было анонсировано очередное обновление, Chains of Domination, выйдет неизвестно когда. А в классическую версию в течение 2021-го будет добавлено дополнение The Burning Crusade. Hearthstone, к слову, тоже доросла до классической версии. Она запускается вместе со стартом нового года Грифона, который заменит базовые и классические наборы карт на так называемый основной, состоящий из 235 карт, как старых, так и новых. Вместе с тем, в течение 2021-го в игре появится новый режим наемники Hearthstone. Детали поступят позже. Ну и давайте хотя бы парочку вестей не про хозяйство Blizzard. Поступили новые слухи по поводу продолжения именитых игровых серий, находящихся в руках Konami. Во-первых, молва продолжает предполагать, что там ждет Silent Hill. На данный момент самая популярная теория заключается в том, что разрабатывается сразу две игры. Одна какой-то известной японской студии, а другая — Blooberty. Во-вторых, теперь заговорили и про Metal Gear Solid с Castlevania. Как докладывают инсайдеры, Konami решила и эти свои детища отдать кому-нибудь на аутсорс, смирившись с тем, что у нее самой в последнее время ничего дельного не получается. Найдены ли уже исполнители, пока не докладывается. Несмотря на то, что грядущая весна первая некстгенная, или как раз именно из-за этого, крупных релизов в ближайшие месяцы раз-два и общелся. Возможно, это спасет проект People Can Fly под названием Outriders от быстрого забвения. Боевик выходит 1 апреля, но уже 25 февраля станет доступна демо-версия. В нее входят пролог и вступительная глава, схватка с Гауссом и открывающиеся после нее некоторые дополнительные задания. 4 класса персонажей, максимальный уровень прокачки у которых — седьмой. В рамках платформы прогресс можно будет перенести в полную версию игры, из-за чего в демо действуют ограничения на количество ресурсов, чтобы вы ненароком экономику не сломали. Поддерживается сетевая игра. Все, осталось лишь сообщить, что на stopgame.ru появились третья часть гигантского интервью с Николаем Дыбовским, свежий выпуск передачи ReFund, а также превью игры 30XX. Приятного вам времяпрепровождения!